всем добрый день это канал киты класс с вами андрей щетников и я решил вместе с вами поучаствовать во флешмобе участники которого читают отрывки из научно-популярной литературы и для чтения я выбрал книжку вернера гейзенберга ну вообще говоря в этой книге два его сочинения одно называется физика и философия а второе части целое возможно кому-то из вас более важным покажется первое а на меня очень большое впечатление произвело второе в котором гейзенберг рассказывает о своих встречах с разными людьми о разговорах которые при этом велись и о том как в этих разговорах делалась современная физика и не только физика ну и я прочитаю отрывок из предисловия а дальше я буду очень и очень рад если хотя бы кто-то из вас эту книжку найдет и прочитает ее на досуге она действительно замечательная и стоит того чтобы ее прочитать и так я буду читать предисловие здесь есть эпиграф из фукидида что касается произнесенных речей то мне как воспринимавшему их на слуг невозможно было удержать в памяти точное словесное звучание сказанного поэтому каждый оратор говорит у меня так как по моему мнению ему скорее всего подобало говорить в тех или иных обстоятельствах причем я так близко как это возможно придерживался хода мысли того что действительно было сказано фукидит науку делают люди об этом естественном обстоятельстве легко забывают еще одно напоминание о нем может способствовать уменьшению прискорбной пропасти между двумя культурами гуманитарно-художественной и научно-технической в данной книге речь идет о событиях в атомной физике за последние 50 лет как они были пережиты автором естественные науки опираются на эксперименты они приходят к своим результатам в беседах людей занимающихся ими и совещающихся между собой об истолковании этих экспериментов такие вот беседы и составляют главное содержание книги на их примере должно сделаться ясным что наука возникает в диалоге понятно что по прошествии нескольких десятилетий эти беседы уже нельзя передать дословно буквально приводится лишь цитируемые отрывки из писем не идет здесь речи и о мемуарах в полном смысле слова автор поэтому позволяет себе время от времени сокращать выравнивать повествование и отказываться от исторической точности он стремится лишь к точности существенных черт картины в приводимых беседах атомная физика далеко не всегда играет центральную роль не менее часто разговор касается человеческих философских или политических проблем и автор надеется что отсюда как раз и станет ясно насколько невозможно отгородить естествознание от более общих вопросов многие участники бесед названы в книге только по именам отчасти потому что их фамилии не стали достоянием общественности отчасти потому что отношение автора к ним становится благодаря этому яснее кроме того так легче избежать впечатления будто речь везде идет об исторически верном воспроизведении всех деталей событий на том же основании автор отказался от более точной обрисовки образов встречающихся лиц в каком-то смысле их можно узнать лишь потому как они говорят зато большое внимание уделено точному и живому описанию той духовной атмосферы в которой происходили разговоры в самом деле здесь то и проясняется процесс возникновения науки здесь то и можно всего лучше понять как сотрудничество очень разных людей способна в конечном счете привести к научным достижениям огромного значения целью автора было передать даже далеко стоящему от современной атомной физики человеку какое-то впечатление от тех духовных процессов которые сопровождали историю возникновения этой науки пришлось при этом считаться с тем что на фоне бесед зачастую угадывается весьма абстрактный и сложный математический контекст который невозможно понять без глубокого изучения наконец при записывании этих бесед у автора была еще одна цель современная атомная физика заново поставила на обсуждение принципиальные философские этические политические проблемы и желательно чтобы в их обсуждении участвовал как можно больший круг людей возможно настоящая книга отчасти послужит созданием почвы для этого итак это было предисловие вернера гензенберга к его книге которая называется часть и целое я надеюсь что многие из вас ее прочитают спасибо